Утро на телеканале Россия продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре вторник, 28 декабря. Кьюар-код неофициально переболевшим. В ближайшее время в республике могут запустить систему выдачи сертификатов тем, кто перенес COVID-19 дома, не обращаясь в больницу. Об этом заявил Олег Николаев на прямой линии с жителями Чувашии. Мы определили лаборатории, лаборатории две, куда люди должны прийти и сдать анализ. Естественно, если они уверены, что у них есть антитела. Это надо делать в том числе для того, чтобы отсечь так называемый нелегальный рынок генерации вот этих услуг. Далее или вторым этапом эти анализы должны поступить во врачебной комиссии, которая действует в каждой поликлинике Чувашской республики и заседают два раза в неделю. Естественно, таким образом мы убираем субъективный фактор. То есть не один человек принимает решение, а комиссия принимает решение о том, чтобы включить человека в реестр. Ну и дальше уже генерируется QR-код. Однако, чтобы получить штрих-код, открывающий сегодня практически все двери, неофициально переболевшим придется заплатить. По словам Олега Николаева, услуга жителям Чувашии обойдется примерно в 600 рублей. График доставки пенсии и социальных выплат во время новогодних праздников изменен, сообщают в региональном отделении пенсионного фонда. Пенсионеры, которым перечисляются ежемесячные выплаты через банк в первой половине месяца, получат январскую пенсию досрочно, не позднее 30 декабря. Корректировка графика не коснется тех, кому деньги, как правило, доставляются после 15 января. Одинаково мыслить, думать и смотреть в одну сторону. Такую задачу глава Чувашии поставил участникам профессиональной программы повышения квалификации. Тренинги такого рода проводятся ежегодно на постоянной основе. В этот раз руководитель региона обсудил с депутатами госсовета Чувашии, главами муниципальных образований и администрацией муниципалитетов на сущие вопросы. К примеру, переход сельских районов в статус муниципальная округа. Поговорили и о расширенном правительстве. И вот для того, чтобы организовать этот процесс, я думаю, что будет правильно, чтобы вся работа расширенного правительства комфинировалась и организовывалась на площадке Высшего экономического совета. Напомню, план по созданию расширенного правительства руководитель региона озвучил еще в сентябре. Главная цель такого формата работы – выполнение максимального количества задач, обозначенных президентом страны. Немаловажным является и разработка новых проектов для улучшения качества жизни в республике, а также эффективное использование каждого бюджетного рубля. Сегодня Международный день кино. Праздник не только кинематографистов, но и всех любителей фильмов. Интересный факт. Первый кинопоказ прошел ровно 126 лет назад в Париже. Зрителям представили короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Лосьота». С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел значительные изменения. От немого кино до звукового, от черно-белого до цветного и от пленочного до цифрового. И теперь определиться с выбором ленты для просмотра бывает весьма сложно. Тем более, что в преддверии Нового года так и хочется окунуться в сказку. Телеканал «Россия» рекомендует просмотру отечественный приключенческий фильм «Последний богатырь. Посланник тьмы». Волшебство, добрый юмор и захватывающий дух экшен – вот что ждет зрителей премьеры. Отправиться вместе с героями фильма в увлекательное путешествие можно уже сейчас в кинотеатрах республики. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».